Технологии развиваются, каждая минута приносит что-то новое в современный мир хай-теч. Спорт эволюционирует вместе с миром. Привычный нам спорт вступил в новую ранее неизвестную сферу электронных технологий и получил название «Спорт электронный» или «Киберспорт». Знаковым событием для электронного спорта в нашей стране является Лига городов, которая объединила все лучшие команды страны, которые сражаются друг с другом в сети интернет. Как и у профессиональных игроков, киберспортсмены получают гонорары за свои игры, что повышает мотивацию и желание побеждать. Завершился шестой тур Лиги городов, который наконец-то выявил команду, единолично занявшую первую строчку турнирной таблицы. Команда города Львова имеет после шести туров наилучший результат и идет без поражений. Помимо Лиги городов, команда выиграла турнир в своем городе и продолжает радовать своих фанатов яркими победами. Дмитрий Лемещук в своей статье заметил, что за шесть туров Львов еще не играл с фаворитами, поэтому прогнозирует львовянам потерю очков в ближайших турах. Матчи шестого тура прошли по расписанию и только матч между Винницей и Хмельницким был перенесен. Киевляне из КГЦ переиграли запорожцев, Евпатория без боя отдала три очка львовянам, Днепропетровск пощипал богомолов из Запорожья, которые не смогли ничего противопоставить команде Олега Квитка. Тернопольский состав потерпевший изменения и может показать и найти свою игру, матч Донбассу опять проигран. Одесситы без особых проблем снимают скальп черкасских обезьян, два матча заслуживают особого внимания. Матч между Луганском и Харьковом вызвал неподдельный интерес. Если первые уже испортили много крови фаворитам лиги, то вторые только набрали обороты и начали подниматься в турнирные таблицы. Каждая команда приготовила по одной карте, которую держались в секрете до начала матча. Так как команды такого уровня умеют правильно организовать подготовку и тренировочный процесс, результат не заставил себя ждать. Команды свои карты отыграли просто превосходно, не оставив оппоненту никаких шансов. Ничья – наиболее подходящий результат. К слову, луганская мафия имеет наибольшее количество ничейных результатов и идет без поражений. Второй матч – несомненно центральный матч шестого тура. Это киевское дерби, где бобры встречались с селектой. Матч за шесть очков, так как обе команды подошли к встрече с одинаковым количеством очков. Обе карты прошли в напряжении, где каждый раунд был пропитан электричеством и валидольными моментами. Первая игра завершилась лишь в дополнительное время, так как команды так и не смогли выявить победителя. В такие моменты опыт, который у селекта в разы больше, чем у молодых и амбициозных бобров, помогает довести встречу до победы. Но эта игра прошла вразрез всем писанным законам спорта. Лишь в 41-м раунде победителями стали молодые ребята, которые предложили все силы и проявили невероятное желание. Такой овертайм истощил обе команды и на второй карте с небольшим перевесом радовались уже другие парни. Селекта и бобры кладут в себе в актив по одному очку, с чем мы их и поздравляем. Сдерживаем инициативу, потом очень быстро пытался выйти на контакт с соперниками, шокерами, наказывает, собирается АКМ. Ладно, не раскрылся. Команды видят краш, убивает ангела сейчас. Ну вот посмотрите, молодежь наглая вот, может быть, в полном смысле этого слова. Ребята, посмотрите, насколько агрессивно проводят раунд, пожалуйста. Амбициозная команда, сравнивая счет 2-2. После всех матчей тройка лидеров не изменилась. Одессит и четвертая мафия из Луганска идет на пятом месте по 9 очков сразу у трех команд. Днепряне, Селекта и Бобрейх, которые упустили возможность вырваться вперед. В нижней части сетки по-прежнему с нулем идут Тернополь и Евпатория. Черкассы уже имеют в активе очки. Донбасс и Харьков движутся по лестнице вверх. В следующем туре нас ждет ряд интересных матчей. Запорожье жаждет возмездия и в таком состоянии им придется играть с одним из фаворитов лиги – Киевской Селектой. Харьков поборется за 3 очка против Аутсайдера, Волков и Стернополя. Матчем тура станет битва Львова и Цветочного Киева. Обе команды занимают первую-вторую строчку. Именно в этом противостоянии решится судьба верхней строчки турнирной таблицы. Матч за 6 очков, а может быть и за чемпионство. Хмельницкий сыграет против Одессы. Интереснейший матч также между командами, которые идут впритык. Также сыграют Винницы с запорожскими богомолами, Донбасс и Евпатории, а Луганск попытается отобрать очки у Днепра, который уже нашел свою игру и остановить его будет не так просто. Завершит игровой тур матч между Бобрами и Обезьянами в пятницу. Оставайтесь с нами, Лига городов – это тот турнир, который проходит здесь и сейчас. Игроки со всей страны отстаивают честь своего города, пытаясь доказать нам с вами, что электронный спорт делает шаг навстречу. Субтитры создавал DimaTorzok